Здарова, я Владимир Шамшурин и в этом видео мы поговорим с тобой о низкой самооценке, о том, что с ней делать. Ни для кого не секрет, что корни низкой самооценки, нелюбви к себе и так далее, как бы это ни называли, они лежат глубоко в детстве и, скорее всего, там произошла какая-то ситуация или ряд ситуаций происходил, которые привели к тому, что что-то у тебя в голове перещелкнуло и теперь у тебя низкая самооценка. Есть два способа, какими можно ее лечить, как можно от нее избавиться, как можно с ней справиться, потому что это фактически та же самая болезнь, причем еще посерьезнее некоторых. Первый способ – это ходить по всяким психологам, врачам, психотерапевтам, какие-то духовные практики посещать, делать что-то еще. И на самом деле, кстати, я бы даже, наверное, порекомендовал тебе этот способ, потому что зачастую без вмешательства специалистов в этой области, ну, навряд ли можно что-то сделать, что-то исправить самому. Но этот способ такой долгий. И сейчас мы с тобой поговорим о втором способе, который я тебе детально распишу и расскажу, разверну его по пунктам. Это действие. То есть для того, чтобы повысить самооценку, нужно действовать. Нужно действовать самоотверженно и настроиться на серьезную работу. Хочу сразу тебя предупредить, наверное, уже сам без меня в этом убедился, что, если ты хоть что-то пытался предпринимать в этом направлении, что эта работа может быть серьезной и, самое главное, к сожалению, длительной. То есть она может быть от нескольких недель до нескольких месяцев, до нескольких лет и даже до всей жизни. Но я считаю, что надо делать. И, соответственно, рано или поздно любые твои действия, они все-таки принесут результат. Ты почувствуешь, что ты начал по-другому к себе относиться. И как только ты это почувствуешь, поверь мне, что мир в этот момент тоже начнет поворачиваться к тебе лицом и по-другому к тебе относиться. Итак, поехали. Что сделать для того, чтобы повысить свою самооценку? Первое. Самодисциплина. Это очень хорошо повышает самооценку. Почему? Потому что, включи логику, если ты обещаешь что-то сделать самому себе, и несмотря на боль, несмотря на лень, несмотря на желание поспать, там, бла-бла-бла и так далее, ты это делаешь, то ты начинаешь больше верить в собственные слова, больше верить в себя самого. Это очень круто работает, кстати, это одно из самых сильных. Ты расчерчиваешь какой-то график, например, на неделю вперед или на месяц. Я рекомендую все-таки на неделю. Заполняешь его теми делами, которые обязательны. Заполняешь его какими-то еще вещами, которые важны для тебя. Это спорт, обучение, какая-то работа над собой, какое-то освоение нового навыка, какие-то цели. То есть, возможно, что там будут какие-то вещи, которые, где нужно себя преодолеть, где нужно себя проявить. И ты обязательно это выполняешь, то есть настраиваешься на то, что это нужно сделать обязательно. Каждый день ставишь галочки, плюсики или как-то вычеркиваешь. И если где-то ты что-то пропустил или не сделал, у тебя должно быть некое наказание. Но не надо себя чмырить, не надо себя гнобить, не надо себя ругать. Ты просто говоришь себе, что в этот раз я пропустил, допустил слабость, я лишаю себя чего-то. Ты заранее должен продумать, какое будет наказание. Например, что ты в выходные не будешь есть вкусный стейк. Или там не пойдешь лишний раз на улицу гулять с друзьями или что-то в этом духе. Или, возможно, это должно быть что-то такое, что действительно почувствуется. И также ты должен заранее выдумать себе поощрение. Что я имею в виду? Это значит, что когда ты говоришь, я все выполню, я просто как-то себя поощрюю. Возможно, это будет действительно какая-то вкусная еда, выпить стаканчик вина с вкусным стейком. Возможно, ты купишь себе мороженку, возможно, ты куда-то поедешь погулять. Но там выходные, ну то есть обязательно должно быть и поощрение. То есть должен быть некий ментор. В идеале, конечно, когда это кто-то другой со стороны. Но если нет никого другого, ты должен сам за собой наблюдать и смотреть, и отслеживать, сделал ты или не сделал. Ты хочешь продержаться хотя бы две недели, потому что это, наверное, пожалуй, самое трудное. Здесь еще есть какой момент. Как только ты хотя бы один раз пропустишь что-то, хотя бы один день, мозг запомнит то, что пропускать можно. Если ты себе скажешь, что потом начну, то уже ничего не сработает. Здесь надо просто категорически запретить себя пропускать. То есть ты говоришь, я делаю с этого дня, я делаю такие-то вещи, ты их обязательно соблюдаешь. Железное стопроцентно. Второе. Займись своим телом. Даже если ты думаешь, что ты им занимаешься, пересмотри это еще раз и займись им еще более плотно и как бы отнесись к нему еще больше любовью. Любовь к самому себе, она всегда начинается с твоего тела. Начни любить свое тело. Займись спортом, начни правильно питаться, запишись к нормальному парикмахеру наконец-то. Отбили зубы, удали какие-то лишние рудименты на своем теле, пришей их или не знаю, что-то еще. То есть полностью обрати внимание на свое тело и займись им. То есть выделяй время на отдых. Не надо работать без выходных, даже если работа этого не ждет. То есть тебе нужно обязательно закончить проект. Выделяй время на сон, выделяй время на какие-то там расслабляющие твое тело процедуры. То есть ты обязательно должен полюбить свое тело в первую очередь. И дальше уже через тело вот эта любовь будет впитываться куда-то внутрь глубже и глубже и глубже. Следующее. Тебе нужно повышать уровень мест, уровень нормы, уровень мест, в которых ты бываешь. Вообще уровень нормы твоей жизни. Соответственно, начни ходить в более дорогие рестораны, в более дорогие кафе. Начни одевать какие-то более качественные шмотки. Даже если нет на это денег, попробуй выделять по чуть-чуть. Попробуй начать с носков в конце концов. Купи себе какие-нибудь классные прикольные носки, которые тебе нравятся. Не знаю, какое-то хорошее белье. По поводу, кстати, качества жизни, то есть уровня нормы и вообще отношения к своему телу. То есть есть такая прикольная история, хотя для меня она тогда была не прикольная. Как только я переехал в Москву, я спал на каком-то диване у друзей. У меня не было денег даже на постельное белье. И я, получается, спал вот на каком-то разложенном диване в съемной квартире, на которой, наверное, до меня, не знаю, на котором происходили разные интересные вещи. И не очень интересные, когда эта квартира сдавалась еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то. То есть потом, как бы я там взял у друзей какое-то там что-то напоминающее постельное белье. И самое главное, что я к этому привык. То есть я после этого, когда переехал в отдельное жилье, я все равно спал вот на каком-то таком дурацком диване, на какой-то дурацкой настилке и так далее. То есть и в этот момент нужно осознать, что с этим пора завязывать. Нужно начинать приучать себя к хорошему. Следующий способ, как ни банально это звучит, но это визуализация. Тебе нужно постоянно выделять время этому. Где бы ты ни ехал в пробке, на минутку закрыл глаза в метро, лежишь в кровати перед сном, где-то там есть свободная минутка, ты представляешь себе, что у тебя уже все хорошо с самооценкой, с любовью к себе. Что ты идешь по улице, и как красивые девушки сами тебе улыбаются. А самый прикол в том, что если ты просто поднимешь глаза вверх, ты действительно на самом деле увидишь, как некоторые девушки смотрят тебе в глаза и будут тебе улыбаться. Тебе нужно просто начать визуализировать и начать представлять, что у тебя уже все классно, у тебя все хорошо. Еще раз здорово, я буквально займу у тебя пару секунд твоего драгоценного времени. Если ты давно смотришь мой канал или совершенно недавно нашел меня в ютубе, то у меня для тебя такая новость. Тебе обязательно нужно перейти на мой сайт всетвои.ру, если ты там еще ни разу не был. Он, кстати, находится в описании внизу. Почему тебе это надо сделать? Потому что у меня для тебя там целых 5 бесплатных видеокурсов, 5 подарков на тему общения с девушками. Что написать девушке? Как обрабатывать женские проверки и возражения и серии? Я не знакомлюсь, у меня есть парень и не даю телефон. Как вести себя на свидании? Как найти себе девушку для серьезных отношений или жену? И многое-многое другое. Ты можешь прямо сейчас скачать эти видеокурсы, сделать задания, которые там даются, пойти применить их на практике и получить тот результат, о котором ты даже не мечтал. Поэтому заходи на сайт всетвои.ру внизу под видео, получай подарки и присоединяйся к нашей тусовке. Продолжай смотреть. Пока. Следующее. Тебе нужно везде начать искать подтверждение того, что ты классный, того, что ты молодец, что ты умеешь, что ты крутой, что у тебя все отлично и так далее. То есть я понимаю, что на словах это говорить легко и что на деле получается очень сложно. Я сам через это прошел. Меня хватало буквально на 1-3 дня. После этого я опять срывался, опять начинал ныть и говорить, что все плохо, я говорил о себе какие-то гадости и так далее. Тебе нужно запретить говорить о себе гадости. И вообще восприми вот эту свою низкую самооценку, нелюбовь к себе, как какую-то миссию. То есть когда ты воспринимаешь себя как избранного, как будто бы Бог сделал так, чтобы, да, ты избранный, избранным быть нелегко, но Он сделал так, чтобы ты поднялся, поднялся в этой жизни на всех каких-то там уровнях, во всех аспектах. То есть финансово, духовно, материально, морально, психологически, как угодно. То есть Бог сказал, что тебе нужно работать над собой, поэтому Он дал тебе какую-то низкую самооценку, чтобы ты двигался вперед, чтобы ты постоянно пытался найти этот повод, способ повысить ее. То есть восприми, как будто ты избранный, так тебе реально станет чуть легче. Следующее это окружение, друзья. Тебе обязательно надо найти то окружение, которое будет тебя поддерживать, то окружение, которое будет заражено и заряжено теми же целями, которые есть у тебя. То есть те люди, которые к чему-то стремятся, находясь в их среде, ты тоже будешь к чему-то стремиться, ты будешь от них заражаться, ты будешь видеть и чувствовать какую-то их энергию, их запал, это будет передаваться тебе и твоя низкая самооценка тоже будет по чуть-чуть потихоньку уходить потому что эти ребята всегда подскажут они не будут тянуть себя на дно они будут говорить давай ты можешь ты можешь также как и мы об этом я более детально рассказываю в моем видео как поменять свое окружение на моем канале ты обязательно может найти если захочешь еще один неплохой способ это просто взять собрать вещи и переехать в другой город дело в том что когда ты живешь своем городе и там есть какие-то люди которые тебя знают в окружении те кто тебя видят на работе и так далее они как тебе кажется опять же подчеркиваю они сложили о тебе какое-то мнение то есть тебе кажется что они все думают что вот и такой-то такой-то или такой-то или не такой-то то есть они тебе как-то плохо думают как тебе наверное кажется еще раз когда ты переезжаешь в другой город ты просто начинаешь свою жизнь с чистого листа ты начинаешь свою новую историю с там никто тебя не знает и это большой плюс ты там можешь быть каким угодно ты реально в другом городе можешь быть кем угодно и о твоей прошлой жизни совершенно не обязательно кому-то знать и об этом кому-то рассказывать плюс еще будет такая ситуация что тебе придется крутиться вертеться и так далее это зарядит тебя какой-то мотивации от и заберет время свободное время в которой ты думаешь какой же ты плохой как ты себя не любишь как ты к себе плохо относишь тебе некогда будет об этом думать тебе нужно найти красивую классную девушку которая будет просто от тебя без ума с которой ты будешь идти по улице и на тебя будут оборачиваться все люди проходящие мимо на вас смотреть как на самую красивую пару мужики будут думать что она в нем нашла и так далее и тому подобное очень сильно заряжает энергией то есть тебе реально нужна одна красивая девушка может быть несколько красивых девушек это же еще круче если ты еще молодой еще не нагулялся в этом плане я могу тебе легко помочь если ты придешь на мое обучение на мои тренинги там очень легко прокачаем твой талант общения с девушками то есть это будет как раз два три и благодаря моему более чем десятилетним опыту я знаю что с этим делать поверь мне для этого тебе нужно перейти по ссылке под этим видео и соответственно там все подробности поехали дальше дальше к слову о тренингах для того чтобы повысить свою самооценку тебе нужно постоянно развиваться проходить тренинги семинары обучайся приди к какому-то человеку профессиональному в чем-то просто в качестве подмастерья пусть он тебя научит читай много полезных книг смотри много полезных интересных видео образовательных на ю тубе сейчас есть огромное количество знаний которые ты можешь найти в интернете следующее поставь себе амбициозные цели твои цели были должны быть такими амбициозными чтобы ты сам в них просто не верил чтобы ты думал блин вот это да неужели такое может быть хотя бы как минимум одна или три цели в списке твоих целей должны быть такими в которые просто невозможно поверить тебе самому это очень круто и подумай как бы ты как бы ты мог к ним проект прийти как бы ты мог до них дойти до них добраться тебе нужно стремиться к тому чтобы стать самодостаточным и самостоятельным и перестать перекладывать ответственность на кого-то другого в том числе даже на твою самую низкую самооценку как ты считаешь не надо говорить что у меня низкая самооценка поэтому я работаю на стрёмной работе не надо говорить что у меня низкая самооценка поэтому меня нет девушки бери себя за яйца и иди ищи себе другую работу ищи себе другую девушку то есть не будет так что когда-то у тебя вдруг повысится самооценка случится чудо и тогда у тебя появится новая работа и новая девушка и так далее нифига процесс работает наоборот иди сделай эти вещи иди найди работу иди найди девушку иди заработай денег иди накачайся не знаю иди выучи какой-нибудь новый язык то есть это сработает обратным образом это повысит твою самооценку но не наоборот я рекомендую тебе повышать твой профессиональный уровень чем бы ты не занимался в идеале конечно ноги то занятие которым тебе очень нравится заниматься и повышает этот уровень в нем когда ты специалист номер один когда ты ставишь себе цель я хочу быть номером один в своей профессии своем городе даже в своей стране то это очень круто то есть ты должен стать таким специалистом который может себе позволить приходить на работу в любое время и начальник не будет на тебя не орать ничего то есть он будет просто делать то что ты хочешь то что ты ему говоришь потому что он знает что ты просто незаменим когда у тебя есть понимание этого твоя самооценка будет просто выше 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 она в конце концов будет просто взлетать Следующее. Тебе нужно начать помогать кому-то из своих близких. Взять ответственность на себя за какого-то своего родственника или близкого человека. Возможно, что это твои родители, начни им помогать, сделай для них что-то приятное. Своди их в ресторан, в конце концов. Подари маме шубу, свози их куда-то за границу отдохнуть или на море, или что-то еще. Попробуй там, добавь им денег на что угодно. Помоги, устрой их куда-то в хорошую больницу, если они болеют. Помоги своей младшей сестре или младшему брату. Начни помогать своим близким. Тогда что-то будет меняться в лучшую сторону. И хочу еще раз подвести самое главное, самый главный посыл этого видео. На самом деле у тебя только один выход. Начать делать в условиях этой низкой самооценки, находясь в ней, пребывая в ней. То есть еще раз, если ты будешь ждать какого-то чуда, что вот когда-то моя самооценка каким-то чудесным образом повысится, и тогда я начну действовать, тогда я буду как-то менять свою жизнь, нифига подобного так не работает. В этом случае это, скорее всего, просто отмазка. Если ты думаешь, что вокруг люди, которые идут по дороге, в потоке, стоят рядом с тобой на остановке, в пробке, рядом с тобой в соседней машине, у них все, у всех хорошая самооценка, они все думают, что они крутые. Я тебе могу сказать так, что из моего опыта, наверное, процентов 20 людей, не больше, это, наверное, самый максимум из всего пулу людей, которые мне встречались, у них все нормально с самооценкой, они считают себя адекватными и так далее, заряженными в этом плане. Все остальные страдают от низкой самооценки в той или иной степени. Другой вопрос в том, что отмазываются ли они этим от того, чтобы сделать что-то в жизни, улучшить свою жизнь или нет, это уже другой вопрос. Если ты вспомнишь самых, скажем, известных людей в этом мире, то того же Гитлера, например, хотя, может быть, это не самый позитивный пример, он страдал от самой низкой самооценки, он был всегда затюканный, задроченный в прямом смысле слова, но он поработил практически полмира. Тот же Наполеон, у него было что-то такое, он был ростом метр с кепку, но это не помешало ему влюблять в себя лучших женщин и покорять целые страны. Поэтому, мужик, выбор за тобой. Это был Шамшурин, подписывайся на мой канал, ставь лайки и дизлайки. Увидимся, пока.